В нашей полосе Торнадо это большая редкость, но есть страны, которым, к сожалению, повезло меньше. На ум сразу приходит США, где такое страшное бедствие, как смерч, уже стало культурным явлением. И все же, как бы мы не романтизировали Торнадо, не стоит забывать о том, что они представляют собой разрушительную силу, сметающую все на своем пути. А если мы взглянем на самые мощные Торнадо в истории, то начнем воспринимать эту силу природы совершенно иначе. С вами ТопХайп, и сегодня мы расскажем вам о 8 самых огромных и невероятных Торнадо в истории. Ну и перед тем, как мы начнем, напоминаю вам, что вы можете подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео уже завтра. Ну а теперь погнали! Торнадо-чудовище В юго-западном районе штата Оклахома, США, смерти случаются чаще, чем где-либо в мире. Здесь широкие слои теплого воздуха с Мексиканского залива сталкиваются с холодными воздушными массами из Канады. А это очень опасное сочетание. Если нижний слой, поднимаясь, сталкивается с холодным воздухом, возникает мощный обратный поток теплого влажного воздуха. Идут сильные ливни и град. Если же циркуляция достаточно сильна, а снаружи дуют сильные ветры, то начинается вращение воздушного потока и формируется эпицентр, в котором возникает торнадо. Обычно смерчи живут всего 5-10 минут, но бывают и исключения. Самый разрушительный торнадо в истории 20 века, обрушившийся 3 мая 1999 года на американский город Оклахома-Сити, буйствовал целых полтора часа. Но как это ни парадоксально, смерч, названный метеорологами-чудовищем, принес человечеству и колоссальную пользу. Тогда ученым впервые удалось засечь радаром момент его зарождения. В итоге население было предупреждено о надвигающейся катастрофе и число жертв исчислялось десятками, а не тысячами людей, как это бывает в других подобных случаях. Обычно грозы с таким эпицентром образуют торнадо в течение часа. Однако приборы показали, что на этот раз хватило нескольких минут. В 4.48 утра глубина эпицентра достигала 10 километров. Он накрыл весь район ливнем и градом. Метеорологи дали вместо предупреждения сигнал тревоги. И правильно сделали, ведь уже спустя 11 минут после сигнала под облаком начала образовываться воронка. Появились один торнадо за другим, но все они были слабыми и недолгими. Эпицентр словно разогревался и готовился образовать гигантский торнадо. В 6.11 под облаком родился монстр. Вначале его не было видно, но когда скорость ветра увеличилась до 350 километров в час, он начал менять цвет в зависимости от того, что в него попадало. Сначала смерч был белым от дождевой воды, а потом потемнел, напитавшись грязью и мусором. Путь смерча освещали вспышки разорванных линий электропередач. Наконец, скорость вихря достигла отметки в 510 километров в час, самой высокой среди всех зарегистрированных. В 9.45 торнадо растерзал поселок Габаритш Крик. Он сносил дома с фундаментом, и уровень разрушений позволил отнести чудовище к классу F5, одному из самых мощных торнадо на Земле. Этот гигант просуществовал 90 минут, прошел путь длиной в 61 километр и разрушил 8 тысяч зданий, принеся миллиардные убытки. Но, к счастью, благодаря своевременному прогнозу метеорологов, спаслись тысячи людей. Мощный смерч в Оклахоме в 2013 году. Оклахома – это штат в США, который располагается в зоне, имеющей неофициальное название «Алия торнадо». «Алия торнадо» – это термин, обозначающий территории США, в которых наблюдается наибольшее количество торнадо. Одни из самых крупных смерчей были зафиксированы в Оклахоме во время серии «Торнадо» во второй половине мая 2013 года. 20 мая смерч сформировался около южного пригорода – Оклахома-Сити, городе Мур. Скорость ветра внутри воронки смерча достигала 320 километров в час, а диаметр – 3 километра. Согласно шкале Фудзиты, также известной как шкала Фудзиты Персона или F-шкала, созданной для классификации смерчей, этому торнадо была присвоена максимальная категория опасности F5. При такой категории сила ветра настолько велика, что без труда срывает с фундамента прочные дома и переносит их на значительные расстояния. Вдобавок, такие ветра срывают асфальт, переносят тяжелые автомобили на расстоянии более 100 метров, а также наносят серьезные повреждения небоскребам и железобетонным постройкам. Мощная сила торнадо оставила за собой шлейф разрушений в Муре, Нью-Касле и южной части Оклахома-Сити, протяженностью порядка 27 километров. В частности, торнадо уничтожил две школы, а также больницу. Предварительный ущерб от стихийного бедствия был оценен в 3 миллиарда долларов. Торнадо в Эль-Рино Еще более мощным оказался смерч, прошедший по другому пригороду Оклахома-Сити, городку Эль-Рино, 31 мая 2013 года. Это был смерч, прошедший к юго-западу от города Эль-Рино, который вошел в историю метеорологических наблюдений как самый широкий из когда-либо зафиксированных. Он достиг 4,2 километров в диаметре. Также он стал вторым в истории по скорости ветра. Скорость ветра в смерче достигала 485 километров в час. Атмосферный вихрь проделал путь длиной в 26 километров по сельской местности и незаселенным территориям, благодаря чему материальный ущерб оказался сравнительно невелик и составил не более 40 миллионов долларов. Национальная метеорологическая служба США, несмотря на значительную скорость ветра и основываясь лишь на причиненном стихии уроне, присвоила смерчу категорию F3 по шкале Фудзиты. В таких городах, как Эль-Рино, которые наиболее часто подвержены торнадо, действуют более строгие нормы к прочности зданий, а сами дома часто снабжены специальными убежищами, защищающими от торнадо. О возможном приближении торнадо, кроме средств массовой информации, жители этих городов также оповещают специальные сирены. Торнадо Вуичито Фоуз Согласно статистике, проводимой Национальным центром климатических данных США, наибольшее количество торнадо приходится на штат Техас. Первоочередной причиной тому является большая территория штата. Второе и третье места занимают, соответственно, штаты Канзас и Оклахома. Самый мощный Смерч, имевший просто невероятную скорость ветра и занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, был зафиксирован 2 апреля 1958 года в США в городке Уичито Фоуз, штата Техас. Максимальная скорость ветра составила 450 км в час. Городок, по которому прошелся торнадо, был полностью разрушен. Смерч поднимал в воздух дома и ехал по улицам, словно огромный каток. Вещи, которые он своровал, впоследствии можно было отыскать на огромном расстоянии в Уичито Фоуз. От этого Смерча пострадало более 100 человека. Ущерб стихийного бедствия составил более 15 миллионов долларов. Дайладпур Сатурия Бангладеш – это страна, где Смерчи и торнадо встречаются почти так же часто, как и на североамериканском континенте. Наибольшие разрушения и жертвы вызвал Смерч, который обрушился на Бангладеш 26 апреля 1989 года. Это был торнадо под названием Дайладпур Сатурия. Чрезвычайно опасный Смерч, нанесший наибольший ущерб, был городам Дайладпур и Сатурия. Собственно, отсюда и пошло название. Торнадо был признан одним из самых мощных в истории не только государства Бангладеш, но и всего человечества со времен возникновения письменности. Диаметр Смерча превышал полтора километра при скорости ветра от 180 до 350 километров в час. Он прошел путь около 80 километров через бедные районы и трущобы по округу Манниганш в центре страны. Направление движения было на восток, через Дайладпур, к северо-востоку. К концу пути торнадо вошел в Сатурию. До возникновения торнадо в течение шести месяцев район страдал от засухи, фактор о которой, как полагают, был главной причиной формирования этого торнадо. Согласно шкале Фудзиты, Дайладпур Сатурия был оценен на уровень F3. К этой категории относят Смерчи, чья скорость достигает порядка 71-92 метров в секунду. Мощный воздушный вихрь с легкостью поднимал воздух и уносил постройки из беднейших районов города. Он опрокидывал поезда и автомашины, вырывал с корнем большинство деревьев и даже поднимал в воздух тяжелые автомобили. Ущерб был настолько обширным, что в статье местной газеты было написано, что опустошение было настолько полным, что за исключением некоторых столбов от деревьев не было никаких признаков инфраструктуры. Торнадо в Бангладеш в 1969 году Эта драма разыгралась в 1969 году, когда Дакка с окружающими землями была еще восточной частью Пакистана. Смерч обрушился на северо-восточные окраины Дакки, пройдясь по густонаселенным районам. В этот раз пострадало более 4,5 тысяч человек, поскольку по здешним местам ударили сразу два Смерча. Оба Смерча двигались по разным маршрутам, хоть и были следствием одного шторма. Они зародились в мощных грозовых тучах. В таких облаках неминуемо возникает вращение воздуха из-за сильнейших восходящих движений, охватывающих переднюю часть облака. Когда воздушные течения сходятся к одной точке, всегда формируется вращение, подобно воронке в сливном отверстии раковины. Вихревое движение в грозовом облаке постепенно передается нижним слоям воздуха. Так и зарождается торнадо. Торнадо Тупело, Гейнсвилл, 1936 года Мощнейший торнадо получил категорию F5. Точное количество ущерба так и не удалось установить. В начале стихии ударило по городу Тупело. Это произошло 5 апреля 1936 года. Этот торнадо получил известность не только благодаря своей мощи и разрушительной силе, но и благодаря тому, что во время стихии выжил мальчик. В прессе позже написали, что миру повезло, что в таком кромешном аду выжил один годовалый ребенок, которого потом, мы узнаем по имени Мелвис Пресли, штатно считал убытков на 13 миллионов долларов. Сегодня эта цифра равнялась бы примерно 200 миллионам. Надеюсь, что вам было интересно. Если так, то ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое опознавательное видео уже завтра. Спасибо за просмотр.